Спорт Здравствуйте девочки и мальчики Привет ребята Сегодня нас ждет встреча с человеком Которого по праву называют Легенда российского спорта Да, с ним будет беседовать Наш корреспондент Филя А если он забудет что-нибудь Важное спросить Не беспокойтесь, я подскажу А что ты считаешь важным? Ну например, как стать Таким же сильным, как Ой, мы же не сказали Кто это? Это замечательный спортсмен Двукратный чемпион России А дальше, дальше, можно я? Пожалуйста, говори Я специально выучил его звание Так, пятикратный чемпион мира По версии Паназиатской боксерской ассоциации Двукратный чемпион мира По версии Всемирной боксерской ассоциации FBI А теперь вы Мастер спорта по легкой атлетике Мастер спорта по боксу Депутат Государственной Думы Николай Сергеевич Валуев Филя Начинай Мальчики и девочки Мы сегодня в гостях У легендарного боксера Николая Сергеевича Валуева Здравствуйте Здорово Ой, какое у вас Мощное рукопожатие У тебя, кстати, тоже очень сильно Да, я сильный Я занимаюсь зарядкой А можно я буду называть вас дядя Коля? Конечно, Филя, можешь Дядя Коль А как вы вот стали таким сильным? Вы, наверное, очень много тренировались, да? Конечно Я 26 лет отдал спорту И ты же знаешь, что такое зарядка? Ты сам сказал Да, я занимаюсь Я тоже стану таким сильным, как вы А может сильнее? А скажите, пожалуйста А когда вы начали заниматься боксом? Ну, боксом я очень поздно стал заниматься До этого, кстати, я уже занимался 7 лет легкой атлетикой и баскетболом А боксом только в 20 лет Очень поздно Легкой атлетикой А что вы делали в легкой атлетике? Ну, я метал диск, толкал ядро Но баскетбол, наверное, все знают, дети Что такое баскетбол? Баскетбол это вот ударяешь мячиком А пол Любишь? И бросаешь Ты вообще с мячиком в футбол играешь? Играю Я за мячиком даже бегаю Вот, молодец Я думаю, что тебе очень нравится Ну вот, а что самое главное в боксе? Какие способности на первом месте должны быть? Самое главное не пропускать удары И держать, наверное, его, да? Ну, если уж пропустил, держи А есть у вас самые любимые приемчики? Ну, такие коронные, как говорят Ну, конечно Чтобы раз и все А вот чтобы раз, надо подготовить Чтобы этот раз попал по цели И ты одержал победу Вы прицеливаетесь, нет? Ну, нельзя сказать, что ты прицеливаешься Просто это происходит уже практически на автомате Филя, попроси дядю Колю рассказать Про разные удары в боксе А вот скажите, какие удары существуют? Ну, как называют их? Ну, апперкоты, хуки А почему их так называют? Это по фамилии какого-то известного боксера? Нет, на самом деле Это, да, такие аналитические понятия Для мальчишек и девчонок, которые нас слушают Я думаю, проще сказать, что есть удар прямой Удар снизу И удар сбоку Ух ты А навесиком есть удар? Навесиком? Сверху там Можешь и навесиком Подпрыгнуть и пук Ну, в боксе не принято Подпрыгивать и бить с прыжка А почему? Правила такие Ты можешь пойти в кикбоксинг Там можно спрыжкапить Ребята, для тех, кто еще не знает Хочу объяснить Что бокс и кикбоксинг Разные виды спорта Можно сразу увидеть В боксе запрещены удары ногами А в кикбоксинге разрешены В кикбоксинге есть много разных приемов И даже элементов экипировки Которые были взяты из разных единоборств Из боксов, кикбоксинг, например, попали боксерские перчатки. Ой, ну мы отвлеклись. Слушаем дальше. А вот как вот интересно, от вас боксер-то защищается. Я бы вот не защитился. От ваших кулаков-то, наверное, не сплетишься. В боксе защита называется блоки. Поставить блок на удар, который соперник тебе наносит. А, наверное, еще можно отойти от этого удара, да? Можно отойти. То есть можно не допустить, чтобы этот удар до тебя даже долетел. А вот вы можете... Разрываешь дистанцию, это называется. Показать. Я сейчас на нужной дистанции стою? Ну, ты как раз сейчас на моей ударной дистанции находитесь. Можно я подальше отойду? Нет, я же тебя не ударю. Ты что, Филин? А вы мне просто прием покажите, как можно вот вернуться. Ну смотри, ты попробуй. Вот я тебе бью прямой удар, а ты уклоняешься вот в ту сторону. Хорошо, давайте. Раз, а теперь справа. Опа, молодец. Ух ты, получилось. Вот, между прочим, видите, какое. От самого дяди Коли увернулся. Филя, ты главное не уворачивайся от своих обязанностей. И задавай вопросы про бокс, про разные приемы. Спроси, например, как ставится блок. Блок, это такое действие боксера, которое связывает удар соперника. Не позволяет ему выполнить его до конца. Дядя Коля, а скажите, а как ставится блок? Блок вот так. Или, смотри, если на тебя идет удар сбоку, да, ты можешь его вот так парировать. Можешь даже вот так парировать. Или подставлять перчатку. Ну, сейчас у нас перчаток с тобой нету. Вот, представляешь, вот сюда летит удар. Да. Закрылся, да? Еще и плечом. Ага. Закрылся. И тогда удар у тебя получается вскользь и сюда в перчатку. То есть мимо, в перчатку. В перчатку. Ага. Интересно. Надо все это запоминать. Мастер-класс. Я думаю, что ты запомнил. А дядя Коля, я думаю, что у вас не было ни одного поражения, да? Нет, у меня были поражения на профессиональном ринге целых два. О, целых два. Ну, это немного целых два. Но при этом у меня 50 побед. Ух ты. Ну, это здорово. Еще как здорово. В профессиональном боксе победителю вручают большой кожаный пояс с медалями и украшениями. Когда Николаю Валоеву вручили чемпионский пояс, он сказал, чемпионский пояс легкий, а вот бой был тяжелым. Видите, даже самым большим спортсменам победы даются нелегко. А скажите, пожалуйста, а вот ваша семья, наверное, спортивная? Занимаются спортом? Ну, спортивная, конечно. Мои дети занимаются физкультурой. Ну, у меня старший сын плавает и всерьез. А дочка ходит на хореографию. Ты знаешь, это как художественная гимнастика. Ага, да-да-да, я знаю. Очень красиво. А маленький Сережка, он пока просто бегает, суетится, но очень скоро тоже пойдет на спорт. Ему всего три года. А скажите, пожалуйста, а спокойной ночи смотрит он? Конечно. Молодец. Тебя все знают. А вот вы какие-то упражнения в кабинете делаете, ну, для разминки? Да, знаешь, если... Я даже сидя могу упражнения делать. А покажите. А вот смотри, вот так вот можно шею разминать. Ой, что-то хрустит у меня немножко. Да, а вот это хрустит, это у тебя соли какие-то. Ой, отложение небольшое. Да. А мы сейчас их, сейчас мою шею полечим. Хм, ребята, давайте вместе с дядей Кулей делать упражнения. Вот так вот, вот так вот, вот. В школе бывает, если вдруг голова заболела, вот так вот можно покрутить ее, вот так поразминать, и станет легче. Да, разминается позвоночник. А для рук? Да, руки можно разминать вот так вот. Ага. Можно локти разминать, сидя прямо, представляешь? Для кровообращения. Для лечи можно вот так вот разминать. Ага. О. Для сидячей работы очень важно, чтобы все-таки головной мозг работал хорошо. Поэтому кровообращение разными движениями мы вот такими можем улучшать. А что вы посоветуете вот мальчикам, которые хотят таким же смелым стать и сильными, как вы? Для начала выбрать спорт. Дорогие мальчики и девочки, выбирайте обязательно спорт. Он поможет вам стать сильными, уверенными в себе, смелыми. И я уверен, что это вам в жизни очень поможет. О, прямо как в нашей песенке. Спорт поможет нам везде. И на суше, и в воде, и в учебе, и в игре. На прогулке во дворе. Ну вот и все. Наша передача подошла к концу. Пришло время прощаться. Но ненадолго. Скоро увидимся. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До свидания, девочки и мальчики. До скорых встреч.